добрый вечер мы продолжаем наш разговор про книгу иудит я бы хотел перед этим сказать что ситуация в которой сейчас все находимся в израиле ситуация крайне тяжелая во многом печальная хотелось бы из наших источниках источников черпать какие-то как бы сказать какие-то средства для ободрения для надежды вот но вот раздумывая над тем что происходит сейчас и сравнивая это с древними временами можно сказать однозначно только одно одно очень четко и ясное отличие нашей ситуации от ситуации тех дней состоит в том что в те дни никому не приходило в голову привлекать к судебной ответственности воинов которые не слишком вежливо отнеслись к поверженному врагу можно спорить и как бы придерживаться разных позиций по поводу того что разрешено что запрещено но заведомо таких дилемм перед нашими предками не было они не должны были решать иначе думаю и такую героиню как нашу иудит если представить сегодняшнем сегодняшнем государственном политическом пространстве можно было бы наверное привлечь в судебной ответственности как мы увидим в дальнейшем вот и конечно опять же понимая сколь существенным является отличие нашего государства от врагов нас окружающих которые в общем-то не стесняются никакими средствами и ведут себя совершенно по-варварски мы стараемся вести себя цивилизованно но иногда на мой взгляд цивилизованность зашкаливает и мы забываем о том кто перед нами стоит не помню кому принадлежит эта фраза довольно известная проблема интеллигентного человека в общении с бандитом состоит в том что бандит по отношению к нему ведет себя как бандит а интеллигентный человек продолжает вести себя по отношению к бандиту как интеллигентный человек и это конечно большая проблема но сейчас как бы оставим это я все же хотел бы выразить надежду на то что израиль справится с этой ситуацией теперь и перед тем как вернуться к тексту я хотел бы отреагировать на вопрос который был задан мне по мейлу и который связан с нашим с нашей темой одна из наших слушательниц маша мария дорфман задала мне вопрос касательно колено шимона которому как раз принадлежит иудит наша героиня вопрос следующий израиль насчитывает 10 колен при этом территория колено шимона со всех сторон граничила с территории иуды в этом есть странность для которой я не слышал объяснения принадлежала ли колено шимона официально израилю и иудеи что значило в то время принадлежать официально куда поднимались на жертвы из колена шимона в иерусалим или бейт эль вы упомянули что колено шимона растворилась в иудее могли бы пожалуйста остановиться на отношениях шимона к остальным коленам на протяжении истории начиная с раздела не очень понятно видимо имеется ввиду раздела царств значит добрый вечер как раз я написала я имела ввиду первый раздел раздел земель между коленами ну это как как вот да как удобно ну во первых зависит от того каком периоде времени мы говорим потому что тот период времени который описывается в нашей книге если вообще можно всерьез относиться здесь каким бы то ни было хронологическим указанием я уже показывал вам что эта книга иудит нарушает все принципы хронологии географии в любом случае колено шимона как такового уже не существовало если мы говорим о эпохе маковейской теперь более древние времена более древние времена действительно колено шимона судя по тому как это описывается в наших книгах было анклавом внутри большого колена иуды но было частью территории иудеи царство иудея и она была видимо маленькими незначительны находилась на юге где-то примерно в районе арада занимала небольшую территорию и играла в общем довольно несущественную роль в истории задним числом это нашло свое отражение в торе книги берейшит когда речи когда яков благословляет своих сыновей то по отношению к шимону и леви он говорит довольно жесткие слова которые вряд ли вообще можно назвать благословением скорее они уже звучат почти как проклятие собственно появляется напрямую слова арур арур проклят правда проклинает яков не самих шимона и леви а их нерв и ярость значит как бы не до конца понятно о чем именно идет речь классический комментарий связал это с историей о том как шимон и леви устроили резню в шхеме согласно той же книги берейшит здесь то напрямую не сказано в благословении но во всяком случае тут говорится что гнев их проклят арура памки азвы и вратамки кашата и даже говорится ахалкембе якова офицембе израиль я их разделю в якове и рассею в израиль это я в каком смысле соответствует чем-то статусу шимона и леви я говорю что шимона там маленькая маленькая колено которая фактически не имеет какой-то вот своей отдельной территории находится внутри иудеи что касается леви то так они описаны боль наиболее древних текстах они как бы люди которые кочуют по территориям разных племен разных колен и как правило воспринимается как служители присвятилища потом уже мне через некоторое время они становятся постоянными служителями в иерусалимском храме авторе они описываются по-разному иногда отождествляются с коэнами иногда подчеркивается что есть некая совершенно отдельная группа которая помогает коэнам вот значит куда ходила колено шимона ну как бы у нас нет каких-то прямых свидетельств но довольно трудно предположить чтобы она ходила в в том же арабе были в бирже было в бирже в некоторых других местах вот как бы можно предположить ситуацию при которой как какие-то времена они доходили до иерусалима во всяком случае нет никаких оснований считать что они отправились бы святилище из царства израиля например вот так что это собственно говоря почти все что можно сказать о колене шимона так как оно описано в танахе а потом собственно говоря она уже больше не упоминается как правило как раз иудит упомянуто будет мы сейчас увидим но вообще уже в связи с иудой упоминается только беньямин колено которая как бы территории которые тоже были на определенном этапе присоединены к царству иудейскому царству мы не знаем точно когда это произошло но судя по судя по всему после разделения царств на северное и южное какой-то момент еще три первых царях иудеи так это описывается беньямин уже выступает вместе с иудой они пограничат друг с другом хотя с другой стороны это как бы на уровне каких-то декларации от беньямин и иуда вместе но при этом еще в восьмом веке до новой эры бейтель воспринимается как один из культовых центров колена царства израиля бейтель это собственно говоря территория как раз колено беньямин вот так что здесь однозначности тоже нет ну я надеюсь что я как бы так более-менее ответил на вопрос надеюсь спасибо я не хочу просто я да спасибо если будут да пожалуйста буря да да вопрос во первых обычно кроме шимона мешают гораздо западнее чем раз что что десяти колен северного царства не ослышал говорите колено северного царства смотрите во первых это действительно как считать эти колено непонятное что и число 12 число 10 это число типологически число типологически теперь что касается его принадлежности северному царству то скажем так это ниоткуда не может следовать на то что говорится о том что вот есть 10 северных колен плюс иуда и леви это очень так же это опять же очень относительное утверждение поскольку ведь колено иосифа делится на 2 есть фра и му-менаше да так что и без и без шимона и леви мы все равно получаем в конечном счете вот из искомое число ну а что касается границ колено шимона то мы на самом деле мы на самом деле точно точно не знаю значит как бы понятно что это находится где-то в районе негива действительно а рад как правило на картах не обозначается частью территории колено шимона просто точно не знаем как происходило это деление если действительно следовать книги его шуа то основным городом колено шимона была бершев ну окей бершев а рад собственно говоря не так от нее далек немного восточнее вот но в любом случае нет оснований предполагать что шимон колено шимона каким-то образом было связано с северным царством другое дело это отдельная совершенно история что на определенном в определенный период действительно вот во время судя по всему восьмом веке до новой эры при ировами втором а может быть и ранее мы знаем о том что какая-то часть юга действительно находилась под юрисдикцией под юрисдикцией северного царства есть на синае такое место которое называется сегодня кантил и цаджрут вот там найдены некоторые надписи и они судя по всему отражают именно присутствие именно присутствие там все северного царства северной администрации вот это еще южнее того места где как бы традиционно дислоцировалась колено шимона вот ну хорошо если больше специальных вопросов нет мы тогда с вами перейдем к тексту и и продолжим наше чтение да но перед этим вот какое объявление я иначе забуду во первых следующий раз у нас не будет занятий потому что следующий раз в михайле герцогу иерусалиме под иерусалимом в гушционе будет так называемый йоми юнтанах в котором мы участвуем маханаем вот и и те из вас которые хотели бы туда приехать это как бы от малия думим есть даже подвозка вот приглашаются можно через мейл связаться со мной например по поводу записи вот это недорогое мероприятие значит повторяю это следующий понедельник шини 5 августа весь день причем это вот на русском языке там происходит параллельно происходит занятие и на иврите и они происходят собственно несколько дней но вот специально выделен день для занятий на русском языке с программой это как бы вот именно в этот день там будут разные выступать лекторы в том числе и ваш покорный слуга там будет доктор Зайбдашевский Раф Зайбмешков доктор доктор Михаил Карайванов Лизовой Михаил Вогман Бени Йонин вот в общем там довольно такая интересная разнообразная программа как раз связанная с историей главного библейских библейской эпохи вот так что я вас приглашаю те кто живет в Израиле и хотел бы туда попасть приехать в этот день пишите мне на мейл можно через Натана и как бы я вас я вас могу записать и как бы все разъяснить вот ну хорошо как бы после немножко затянувшегося вступления мы возвращаемся к нашему тексту я вам напомню что в предыдущей главе иудеев главная героиня была противопоставлена руководству города Бейт Бетилуя или Бейт Илухим как некоторые считают и опять же мы еще об этом отдельно будем говорить но Бейтилуя некоторые комментаторы считают что подразумевается город Шхем Шхем Самарии почему мы об этом еще скажем так вот иудеев противостоит замыслу городоначальника Ози и его помощников сдать город если в течение пяти дней не произойдет какого-то решительного поворота и не раскрывая своего замысла она как бы вырывает руководство города согласие подождать и дать ей возможность этот замысел исполнить замысел отомщения вот мы и дошли до девятой главы иудеев пала на лицо свое посыпала голову свою пеплом уже такого рода картину мы видели в начале книги сбросила себя в ретище которое было одетой и только что воскурили в Иерусалиме в доме Господнем вечерний то есть иудеев громким голосом воззвало Господу и сказал Господи Боже отца моего Шимона вот здесь как раз и появляется Шимон в предыдущей главе тоже было сказано что она принадлежит колену Шимона и как мы увидим это играет здесь ключевую роль Господи Боже отца моего Шимона которому ты дал в руку меч на отомщение иноплеменным которые открыли ложественные девы для оскорбления обнажили бедро для позора и осквернили ложественно для посрамления ты сказал да не будет всего а они сделали да это очевидный намек можно сказать не намек ну аллюзия да хотя прямо это не называется аллюзия на историю с Диной книги Берешит которую я уже упоминал которая в самой книге Берешит описана неоднозначно и заканчивается вообще знаком вопроса потому что Яков проявляет супер осторожность примерно в духе руководителей современного Израиля говоря о том что вот то что вы сделали Шимон и Леви вы как бы теперь превратили все ханаанское население в моих врагов наших врагов они будут гнать они нас теперь не оставят на что на что Шимон и Леви отвечают вопросом литерически хакезона и асеет ахутэйну что же это нашу сестру превратят в блудницу как бы можно продолжить вопрос а мы ничего не сделаем чтобы спасти ее честь да не будет такого а это звучит весьма опять же актуально в наши дни к сожалению надо отметить что дальше рассказывается об уходе якова и семьи из тех мест и говорится о том что их никто не преследовал потому что бог навел страх на местные народы однако опять же если считать что в самом деле в благословении якова подразумевается именно эта история прямо этого не сказано то якова там говорит еще более резкие слова в адрес Шимона и Леви чем те которые сказаны здесь здесь он их просто как бы так сказать упрекает за то что они подставили семью а там он их просто проклинает их гнев их ярость но мы знаем что более позднюю эпоху в эпоху второго храма поступок поступок Шимона и Леви стал восприниматься совершенно в ином свете видимо как раз после маковейских событий он стал восприниматься как совершенно справедливое мщение так мы видим что книга юбилеев ну правда книга юбилеев по поводу нее есть спор написана она создана до маковейских событий одновременно с ними чуть после есть разная датировка в любом случае это второй век где-то середина второго века и там говорится о том что Леви получил свое назначение храмового служителя именно благодаря тому что произошло в шхеме именно в награду за это Шимон впрочем там не упоминается здесь мы видим что иудит прославляет за это как раз Шимон почему автор книги иудит создал ей генеалогию связанную именно с коленом Шимона а в предыдущей главе он хотя и не говорит слово Шимон но он там упоминает Шлумиэль бен Царишадай как предов иудит иудит это как раз в Торе носище а ведь Шимон а почему именно Шимон а не левина может быть потому что он считал что левиты не должны были быть в этом месте бетилувер им место все-таки в Иерусалиме а не тут а ему по каким-то причинам было важно перенести место действия именно сюда почему мы опять же поговорим позднее не в Иерусалим а в Самарию и однако ему этому автору было важно связать героиню с одним из этих образов если не левиток тогда Шимон тем более что если правы те что говорят что бетилуэ или бетилуа это и есть шхем тогда мы получаем дополнительную скрепу с этим Шимон как раз тот который вместе с леви устроил резню ханане в шхем опять же если вернуться на секунду к тому о чем я говорил в начале занятия то и конечно бы сегодня судили бы за за то что они подняли руки на тех кто им не мог в тот момент сопротивляться так так вот иудит иудив утверждает так же точно как и автор книги юбилеев что все это инспирировано богом это не просто личная инициатива Шимона и леви это воля бога которую они исполняют впоследствии в более позднюю эпоху в средние века снова маятник качнется и в комментариях средневековых мы найдем сомнения по поводу того правильно или неправильно поступили шимон и леви попытка объяснить оправдать гнев якова но здесь как бы однозначно это позитив зато говорит дальше иудив зато ты предал князей их на убиение постели которая видела обольщение их обогрил кровью и поразила рабов подле владетелей и владетелей на тронах это как бы такие очень святистые описания которые не совсем соответствуют истории книги Берешит но судя по всему все равно подразумевается она и отдал жен их в расхищение дочерей их в плен и всю добычу раздел сынам возлюблен тобой которые возревновали твоей ревностью возгнушались осквернением крови их и призвали тебя на помощь боже боже мой услышь меня вдову не заметьте здесь появляется вот эта тема ревности они ревнители шимона любви в этом смысле они как пинхаса которым мы читали вторик буквально вот последний шаббат вот пинхас он ревнитель и бог заключает с ним завет опять же в толмуде есть сомнения по поводу того в какой мере эти ревнители имеют право на те действия которые они себе позволяют но вообще как бы вот такая позиция существует ревнители бога берут в руки оружие и уничтожают врагов а именно таким в первой маковейской книге предстает мотитьяу отец братьев маковеев отец иуды его братьев фактически сравнивает себя с пинхасом вот здесь автор говорит о ревнительстве шимона которому хочет последовать иудит названная вдовой еще предыдущей главе в этом смысле она опять же противоположная эстер которая есть дева и которую берут во дворец в качестве жены ахашвироши что будет иудит мы увидим ты сотворил продолжает молиться иудит прежде всего бывшая и сие и последующая за семь и содержал в уме настоящее и грядущее и что помыслил ты то и совершилось что определил то и явилось и и сказала вот я ибо все пути твои готовы и суд твой тобою предвидет то есть как бы все в руках бога вот ассирийцы умножили силе своей гордятся конем и всадником тщеславится мышцы и упеших надеются и на щиты и на копье и на лук и на пращу они знают того что ты господь сокрушающий брани под ассирийцами под ассирийцами подразумевается как бы в книге иудит войско на ухода носора но мы уже помним очень хорошо что как бы в маковейских книгах тоже постоянно упоминался упоминались ассирийцы как символ вот такой вот гордыни и власти которым следуют и греки в известном смысле вот и и на самом деле это еще внутри библейская традиция традиция пророков которые так описывают и ассирийцев тот же так описывает их и шаяу ванамоц в последствии так описывает ермияу вавилонин господь имя тебе сокрушили их крепость силою твоей и уничтожь их силу гневом твоим ибо они замыслили осквернить святилище твое подруга надругаться над мирным селением имени славы твоей и железом сокрушить рог твоего жертвенника а то есть как мы знаем как бы это на самом деле книги иудит как мы видели и тилуя и тило это как бы своего рода последний форпост на пути в Иерусалим возри на превозношение их пошли гнев твой на главы их дай вдове и руке моей крепость на то что задумала я устами хитрости мои порази раба перед вождем и вождя перед рабом его то есть должно случиться то что произошло во время на Шимона и сокруши гордыню их рукой у женской то есть с одной стороны иудит позиционирует себя тоже как ревнительницу подобно Шимону с другой стороны намекает что и действовать она тоже будет подобно Шимону который действовал хитростью мы помним что Шимон и Леви ну я не не вникаю сейчас во все детали рассказов книги поскольку там не очень понятно то все братья действуют то Шимон и Леви отдельно но во всяком случае там есть мотив хитрости они обманывают жителей Шхема с тем чтобы им отомстить то же самое будет иудит ибо не в множестве сила твоя и не в могучих могущество твое но ты бог смиренных ты помощник умоленных заступник немощных покровитель упавших духом спаситель безнадежных так так боже отца моего и боже наследие израилева владыка неба и земли творец вот царь всякого сознания твоего услышь молитву мою сделай слово мою и хитрость мою раную и язву для тех которые задумали жестокое против завета твоего святого дома твоего высоты сиона и дома наследия сынов твоих вразуми весь народ твой и всякое племя чтобы видели они что ты бог бог всякой крепости и силы и нет другого защитника рода израилева кроме тебя а тут как бы можно увидеть в молитве иудит различные мотивы переклички с псалмическими стихами с какими-то нарративными текстами в танахе но то что для нас самое важное в данной ситуации это прежде всего то что иудит действительно молится и молится очень-очень подробно то чего не делает эстер а значит опять же отметим себе вот эта ситуация в обоих случаях есть некое противостояние между мужскими женским началом ну и здесь есть противоположность случае эстер мордыхай толкает эстер на то чтобы она пошла спасать народ израиля она сначала не хочет в случае же иудит как раз иудит проявляет инициативу поскольку мужская сторона слаба и лишена какой-либо моральной силы а то есть здесь уже проявляется некое противостояние противопоставление эстер кроме того повторяю эстер не молится мы нигде не видим что она молится в одноименной книге поэтому это было добавлено это было добавлено прежде всего в септуагенте в септуагенте эстер молится мордыхай молится а потом естественно и в раввинистических текстах это тоже чрезвычайно как бы проявляется в торгумах в медрашах но в самом тексте эстер этого нет теперь от молитвы мы переходим к действию когда она перестала взывать богу израилеву и окончила все эти слова то поднялась на ноги позвала служанку вошла в дом в котором она проводила субботние дни праздники здесь она сняла себя ветище которое надевала сняла и одежды вдовства своего омыла тело водою и намастилась драгоценным миром причесала волосы и надела на голову повязку оделась в одежде веселья своего в которой она наряжалась во дни жизни мужа своего монассе напомню вам когда мы читаем книгу эстер то и там тот момент когда эстер должна предстать перед хашвирошем сказано что она надевает царские одежды веги байом гашлешива тель баш эстер малхут вэта амод вэхацар бейтамэлях она идет и становится во дворе царского дворца перед хашвирошем про субботние дни и про праздники книги эстер ничего не говорится они не упомянут исключением праздника здесь подчеркивается она соблюдает субботы и праздники обула ноги свои в сандалии возложила на себя цепочки запястья кольца серьги все свои наряды и разукрасила себя чтобы прелестить глаза мужчин которые увидят как бы мы уже сейчас видим что за всеми этими казалось бы на первый взгляд странными подробностями почему надо себя украшать это все элементы ее хитрости она идет с тем чтобы обмануть эстер в каком-то смысле тоже идет чтобы обмануть ну не столько царя сколько амана и там ситуация как мы увидим в корне отличается от ситуации которую здесь и дала служанке своей мех вина и сосуд масла наполнила мешок мукой сушеными плодами чистыми хлебами и обернув все эти припасы своего заложила их на нее заметим эту деталь она берет с собой еду и питье еду и питье вино масло хлеба почему сушеными плодами как мы увидим на этот вопрос ответить легко потому что она не готова питаться чем бы то ни было взятая взятая со стола язычника а недроши задают вопрос по поводу эстера чем она питалась в дворце царя Ахашмироши немоглажаны есть все то что там дают тешника шерна но вот автор книги эстер не дает нам ответ на этот вопрос вообще как бы обходит это полным молчанием то время как иудит очень интересуется этой проблемой теперь надо отметить что сама по себе такого рода проблематика реально становится животрепещущим как раз в эпоху греческую а если еще более точно говорить как раз вот со времен маковеев а есть разного рода свидетельства касающиеся того что именно в эту эпоху начинается как бы галактический тушь да закон очень сильно начинает занимать очень большое очень серьезное место в жизни народа возможно как анти того что пытаются навязать греки во всяком случае мы видим в начале книги даниэля ту же заботу что и в книге иудит книга даниэля самая поздняя из всех библейских книг и хотя некоторые датируют нарративные главы написанные на арамейском еще персидской эпохой что сомнительно но во всяком случае никто не сомневается в том что главы написанные на иврите и в том числе вступительная глава написанную в эпоху эллинистическую и там тоже юноши даниэля его друзья взятые во дворец к Новокудоносору очень озабочены тем что там можно и чего нельзя есть они не питаются той едой которую предлагают им царедворцы отказываются так вот и здесь иудит берет с собой свои припасы выйдя к воротам города витилуи они нашли стоявшую при них озию а также старейшим городом когда они увидели ее перемену в ее лице и одежде очень много удивились красоте и сказали ей они не понимают что она делает и зачем но как бы они полностью отдают ей руководство Бог Бог отцов наших да даст тебе благодать и да совершит твои намерения на радость сынов Израиля и на возвеличение Иерусалима она поклонилась Богу и сказала им велите отворить для меня ворота города я выйду для исполнения дела о котором вы говорили со мной и велели юношам отворить для нее как она сказала да мы видим что все здесь упоминают Бога все так или иначе благословляют его именем или молятся а то чего в книге Истер опять же нет они исполнили это и вышла иудит и служанка ее с нею а мужи городские смотрели свет за нею пока она сходила с горы пока проходила долина и пока не скрылось их глаз они шли значит тут с текстом явная проблема перевод очевидно неправильный значит а впрочем нет прошу прощения нет 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 беру свои слова обратно речь идет о не ее служанке да они шли прямо долину и встретила иудив передовая стража сирийцев взяли ее и спросили чья ты откуда идешь и куда отправляешься она сказала я дочь ивреев и бегу от них потому что они будут преданы вам на истребление да значит она себя позиционирует как бат иврин да и те кто выступает за персидскую датировку книги Истер книги иудит прошу прощения они как раз указывают на то что вот это как бы самонаименование оно характерно для книг персидской эпохи так например юна себя предъявляет иври анохи вот но на самом деле это как бы деталь чисто символическая но для нас здесь важно что и в этом отношении иудит противопоставлена эстер эстер скрывает свое происхождение и в контексте книги это чрезвычайно важный момент если бы это происхождение не было бы скрыто то тогда бы ей не удалось бы свернуть как бы сбросить с пьедестала амана он бы заранее знал с кем с кем он имеет дело а так благодаря тому что он не знал что она иудеянка она смогла устроить против него вот эту свою интригу но все же как бы важно отметить что иудит с гордо поднятой головой декларирует свое евреиство это с одной стороны а с другой стороны она говорит я бегу от них потому что они будут преданы вам на истребление а вот тут начинается ее хитрость она представляется как беженка знающая о том что иудеи будут уничтожены я иду калаферну вождю вашего войска возвестить слова истины и указать ему путь которому он пойдет и овладеет всею нагорную страной так что не погибнет из мужей его ни один человек и ни одна живая душа да в этом смысле ее слова звучат в унисон с советниками Алаферна которые предлагали устроить осаду этой витилуи и ждать пока осажденные просто не начнут умирать от голода когда эти люди слушали слова ее и сматривали с лицом ее она показалась им чудом по красоте в этом смысле они совпадают и с Терр самая красивая выигрывает конкурс красоты и берет ее к себе в жены и иудит потрясающая красавица они сказали ей ты спасла душу твою поспешит прийти к господину нашему ступай же к шатруеву а наши проводят тебя пока не передадут тебя ему на руки когда ты станешь перед ним не бойся сердцем твоим но вы скажи слова твои он тебя благодетельствует и выбрав из среды своей сто человек такой почетный почетный эскорт представили их к ней и к служанке ее и они повели ее к шатру алафер сейчас произойдет встреча во всем стане произошло движение потому что весть о ее о приходе ее разнеслась по шатрам сбежавшиеся окружили ее так как она стояла вне шатра алаферна пока не возвестили ему о ней и удивились красоте ее а из-за нее удивились и сынам Израиля и говорили каждой ближнему своему кто пренебрежет таким народом которые имеют таких жен у себя попутно наш автор не забывает одной из тем которая ему крайне важна которая тоже имеет библейские корни это восхищение народом Израиля выражаемое инородцами уже в Торе мы находим это в книге дворим значит где говорится что вот инородцы будут удивиться вашей мудрости здесь говорится что инородцы будут инородцы инородцы удивятся тому что если такие же красавицы есть в этом народе то это народ конечно совершенно необычный им нельзя пренебречь неблагоразумно оставить из них ни одного мужа потому что оставшиеся будут в состоянии перехитрить всю землю это такой любопытный поворот если жена женщина красавица да то наверное значит мужи обладают каким-то тоже сверхъестественными способностями можно было бы предположить что они обладают там какой-то колоссальной воинственностью но нет здесь говорится о хитрости да мотив который впоследствии ляжет в основу разного рода антисемитских наветок но здесь это как бы вот таком вот восторженном контексте между тем спавшие при Аллаферне все служители его вышли и вели ее в шатер Аллаферн отдыхал на своей постели за занавесом украшенным пупором золотом изумрудами драгоценными камнями когда ему доложили о ней он вышел в переднее отделение шатра и перед ним несли серебряные лампады когда иудив представилась ему и служителями его все удивились красоте лица ее это как бы звучит как рефрен раз за разом все удивятся красоте иудей да начиная от собственных ее соотечественников и кончая сирийским станом она же пав на лицо поклонилась ему и служители его подняли ее и вот как бы мы постепенно подходим к кульминации встреча между ней и Аллаферном Аллаферн сказал ей ободрись жена не бойся сердцем твоим потому что я не сделал зла никому кто добровольно решил сослужить на Мухудоносору царю всей земли и теперь если бы народ твой живущий на горной стране не пренебрег мною я не поднял бы на них копья моего но они сами это сделали для себя скажи же мне почему ты бежала от них и пришла к нам ты найдешь здесь себе спасение не бойся ты будешь жива в эту ночь и после потому что тебя никто не обидит напротив всякие будет благодетельствовать тебе как бывает с рабами господина моего царя нам худоноса иудив сказала ему выслушай слова рабы твоей пусть раба говорит перед лицом твоим я не скажу лжи господину моему в эту ночь если ты последуешь словам рабы твоей то бог через тебя совершит дело и господин мой не ошибется в своих предприятиях доживет навуходоноса царь всей земли и доживет держава его пославшего тебя для исправления всякой души потому что не только люди через тебя будут служить ему но и звери полевые и скот и птицы небесные через твою силу будут жить под властью навуходоноса и всего дома его тут надо сказать что иудит проявляет редкостное познание в библейской литературе по крайней мере она явно цитирует пророка Ермияу да и вообще по всей видимости значительной степени образ навуходоноса царя всей земли в книге иудит он как бы является результатом вот этого источника вдохновения автора книги Ирмияу который действительно помимо прочего говорит что и на уходоносову будут служить не только люди но и звери и скот и птицы а все будут служить ибо мы слышали о твоей мудрости и хитрости ума твоего и всей земле известно что ты один добр во всем царстве силен знаний и дивен воинских подвигов то есть иными словами с чего начинает иудит свой исполнение своего замысла с лести да лесть как известно оружие сильное а что говорил ахиор в собрании твоем напомню вам что ахиор это аманитянин который говорил алаферну что израиль можно уничтожить только если они нарушают закон бога если они не нарушают то это невозможно сделать поскольку мы знаем что из предыдущего в книге иудит что закон бога как раз иудея не нарушает значит заведомо все это предприятие алаферна обречено на провал но необходим человек который к этому провалу приведет а что говорил ахиор в собрании твоем мы слышали слова его потому что мужи ветилуи оставили его в живых и он рассказал им все о чем говорил тебе посему владыка господин не оставляй без внимания слова слова и слова его но сложи его в сердце твоем потому что оно истинно род наш не наказывается меч не имеет силы над нами если они не грешат перед богом своим и так чтобы господин мой не был отражен и безуспешен и чтобы их постигла смерть овладел ими грех которым они прогневляют бога своего делая то чего не следует а то есть мы помним что согласно ведь в книге иудит опять же времена перепутаны все это казалось бы происходит при новоходоносоре но при этом уже после того что был разрушен хам в иерусалиме народ ушел в изгнание за свои грехи а потом вернулся и как бы это происходит вот во время того что мы называем шивации это уже никакого на уходоносора не было но здесь все соединено в некий единую единый ком да и когда она говорит о том что израиль прогневал бога своими грехами она как бы намекает на предыдущие события все повторяется сейчас они будут снова изданы из своей земли но в чем грех это интересно потому что у них оказался недостаток в пище и вся вода истощилась то есть осада имеет успех и вот они решились броситься на скот свой и думают питаться всем что бог строго запретил законе своего употреблять пищу в пищу то есть они нарушают они нарушают законы законы того что мы сегодня называем законами кашрута они не исполняют законов торы надо полагать что подразумевается здесь то что мудрецы будут называть словом шхита даже начатки пшеницы и десятины вина и масла которые по освящению хранятся для священников да то есть то что мы называем трумот масрод бекурим предстоящих перед лицом бога нашего в Иерусалиме они решились употребить тогда как руками касаться их не следовало никому из народа они послали в Иерусалим так как и тамошние жители делали это принести к ним разрешение на то собрание старейшин и как скоро им дано будет известие они сделают это то в тот же день будут преданы тебе на погубление а то есть она говорит я знаю что и в Иерусалиме там творится порча и скверна и скоро старейшины иерусалимские дадут им такое разрешение и все это знак что их можно будет брать вот почему я раба твоя узнав обо всем этом бежала от них и бог послал меня сделать вместе с тобой такие дела которым изумится вся земля где только услышит так вот возвращаясь к греху за что согласно Танаху был разрушен первый храм согласно Танаху первый храм был разрушен смотря кого читать какую книгу но по одной из версий которая излагается книги гимлахин за идолопоклонство по другой версии которая излагается в пророческих книгах в частности Ирмияу и Хискеля за главным образом за грехи связанные не только с идолопоклонствами идолопоклонство тоже упоминается но и за грехи социального характера за убийство за прелюбодеяние за воровство за притеснение бедных за что угодно но только не за нарушение законов употребления пищи это нигде никак не проявляется в одном только месте в очень позднем пророчестве то что мы называем старой Исаия некоторые говорят трита Исаия там упоминаются те кто едят свинины это поздний текст во всяком случае тут как бы мы обнаруживаем всю ту же заботу о кошерной пище которая свойственна главным образом книгам эллинистической эпохи ибо раба твоя благочестивая и день и ночь служит Богу небесному вот почему я убежала не могла больше оставаться с ними теперь господин мой я останусь у тебя только пусть раба твоя по ночам выходит на долину молиться Богу и он откроет мне когда они сделают свое преступление как мы узнаем это тоже часть хитрости она действительно будет выходить по ночам за пределы стана ассирийского но совсем с другой целью я приду и объявлю тебе и ты выходи тогда со всем твоим войском и никто из них не противостоит тебе я поведу тебя через иудею до кори не дойдем до иерусалима поставлю среди его седалище твое и ты погонишь их как овец не имеющих пастуха тоже библейский образ кецон ашерейн наимроэ и пёс не пошевелит против тебя языком своим и это тоже библейский образ который как раз упомянут в Торе в контексте исхода из Египта что когда там рассказывается о том что когда евреи выходили из Египта даже псы в Египте не шевелили языком своим это сказано мне по откровению я была объявлена мне я послана возвести тебе да значит как бы это некая она в каком смысле пророчица любопытно любопытно отметить уже сейчас что нечто подобное но только не с хитростью а как бы всерьез делает впоследствии Флавий да когда он приходит в стан в Испасиану в Галилее после падения Йотфат объявляет ему что он будет царствовать и говорит что он как бы послан Богом нечто подобное рассказывается в ароминистических источниках о рабе Йоханане бен Закай то есть это как бы такой тоже мотив который повторяется но в случае иудит это это хитрость с тем чтобы привести к падению врага а не спасти свою жизнь сдавшись этому врагу и в этой связи мы еще поговорим об одном возможном антипрототипе иудит тоже поговорим об этом понравились слова Йоала Ферну и всем слугам его они дивились мудрости и говорили от края до края земли нет такой жены по красоте лица и по разумным речам теперь она не только красавица но еще и умница красоте и ум мы вернемся в самом конце книги иудит когда будет произнесена песнь хвалебная которая связана с отрывками Синги Мишлея и Шетхай Алаферн сказал ей хорошо Бог сделал что вперед этого народа послал тебя чтобы в руках наших была сила среди презревших господина моего гибель прекрасны ты лицом и добры речи твои если ты сделаешь как сказала то твой Бог будет моим Богом и ты будешь жить в доме царя нам худоносора и будешь именита во всей земле а что значит ты будешь жить в доме царя нам худоносора это видимо намек на то что она станет женой царя да так же точно как эстер стала женой Ахашвироша только там это происходит в начале а здесь вроде как должно произойти в конце при этом любопытно что Алаферн говорит о том что он как и другие инородцы опять же и в библейских и в небиблейских текстах готовы принять истину Бога Израиля парадокс ситуации заключается в том что он готов признать истину Бога Израиля в случае падения самого Израиля в остальных историях которые нам известны истанах главным образом там инородцы признают истинность Бога Израиля благодаря тому что Бог Израиль спасает здесь это перевернуто с ног на ноги с ног на голову и все это повторяю ловушка которую иудит подставляет врагу своего народа я завершу сегодня тем что выражу надежду что и наши руководители сегодняшние сумеют отыскать способ поставить ловушку врагом врагам народа нашего сегодня здесь поставим точку до 12 главы всего 16 глав возможно даже следующий раз заверши монет через раз но как бы следующий раз повторяю будет через две недели пожалуйста если есть вопросы замечания и сейчас самое время задать если вопросы замечания ну если вопросов нет то можно подобно марии задавать их по мейлу или через опять же через натана вот и опять же если кто-то из слушателей заинтересуется за ем юнтанах через неделю пишите мне будем очень рады окей спасибо большое мы на этом заканчиваем всем большое спасибо 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 без